ПЕСНЯ Глядя на эту яркую сцену и в части игры актеров, и декораций, и особенно костюмов, можно не сомневаться. Новогодний спектакль не оставит равнодушным никого. С первого взгляда становится понятно, что «Золушка» – это динамичная, вкусная в смысле подачи света и цвета постановка. По словам режиссера-постановщика Дениса Федорова, он постарался взглянуть по-новому на классическое произведение Шарля Перо и немного его осовременить. Основная особенность этого спектакля – это необычное волшебство. Волшебства будет много, оно будет неожиданное, оно будет яркое. Вообще сказка планируется очень яркая, очень красочная, очень динамичная. Из необычности также можно отметить современную трактовку сказки. Здесь будет современный юмор, современные персонажи. Повторю, что это «Золушка» в современной интерпретации. То есть сохранился классический сюжет, но сказка звучит по-новому. Поскольку спектакль праздничный, и его показ будет проходить три раза в предновогодние выходные дни, в нем задействовали сразу два состава актеров. Среди них известна многим по кинематографической работе «Батальон смерти» Янина Малинчик. За ее плечами ни один новогодний бенефис. Однако роль мачехи в «Золушке» вдвойне ответственна и волнительна. Актриса давно не играла в классических сказках и также давно не выступала перед самыми благодарными и чувствительными зрителями – детьми. Я очень рада, что выбрали классическое произведение, и наши художники наконец смогли развернуться. И создали очень красивую картинку, все будет сверкать, будет волшебство, карета потрясающей просто красоты. Костюмы, как вы можете наблюдать, тоже. У нас давно такого не было, актеры сами сголодались по всей этой красоте. Второй по значимости персонаж после «Золушки» – «Принц», которого играет Сергей Кондратюк. По мнению актера, его роль идеально совпадает с его внутренним «я», поэтому и чувствует себя Сергей в этом спектакле как рыба в воде. Подготовка к роли принца шла, в принципе, легко, потому что мне не нужно было ломать свой собственный образ. Я шел от собственного «я», потому что принц должен быть какой-то такой статный, красивый, симпатичный. А я и так есть в жизни такой, поэтому ничего не приходилось в себе ломать, чтобы эту роль, в принципе, сделать. Однако на одном спектакле, премьера которого состоится 18 декабря, организаторы не остановились. После новогоднего представления юных зрителей ждет карнавальная программа у новогодней елки. Игры, песни, танцы и, конечно, главный зимний волшебник – Дед Мороз. По задумке координаторов праздника, каждый ребенок должен быть в костюме любимого им героя. И, конечно, новогодняя сказка не обойдется без подарков. Участники представления получат вкусные сюрпризы, которые станут прекрасным завершением волшебной зимней феерии в Брестском академическом театре драмы. Продолжение следует...